Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Млечный путь». В те дни, когда жил при приги, не было в небе путей дорог. Звёзды были тогда совсем юные и яркие и скучали в одиночестве. Потому что не было на небе дороги, по которой они могли бы пойти в гости к друг дружке и поплясать в долгие тёмные ночи. Так было до того, как появился Млечный путь. А на земле люди были счастливы. Они часто пели и танцевали вокруг костров, на которых жарилась дичь. Во все стороны тянулись по земле дороги, гладко утоптанные ногами друзей. При приги жил на длинной косе в устье реки Пайн. Он был певец и танцор, когда звучали во тьме гуделки, и его братья по племени куста разрисовывали себя священной глиной. При приги запевал песню и заводил танец. И песни, которые пели люди, были песнями при приги. И танцы, которые они танцевали, тоже создавал при приги. За это люди любили его. И он стал сильным и гордым и счастливым от их уважения. Как-то утром, когда вернулись с охоты летучие лисицы и затих шум их перебранки, при приги взял свое копье и во меру пошел в мангровую рощу искать добычу. Ночью должно было состояться большое празднество. Много племен собралось на короборе. Ночью мужчины будут стучать копьями, танцуя под музыку. При приги весело хлопать себя поляшком и отбивать пятками дробь. От его песен всем станет радостно и хорошо. И люди будут танцевать так же красиво, как и он. Но для праздника нужна еда. А при приги был к тому же и хорошим охотником. Еще не заолело на востоке небо. И в робких предрассветных сумерках летучие лисицы еще висели на мангровых деревьях, словно черные плоды. Под прикрытием темноты при приги неслышно подкрался к огромному дереву, сплошь усыпанному спящими зверьками. На этом дереве спали самые большие и самые сильные летучие лисицы. Великая сила и мощь таилась на этом дереве. При приги зацепил во меру за конец копья и откинулся назад, чтобы метнуть копье. Он спустил копье, и оно полетело вверх. Страшный шум и свист раздался от взмахов множества крыльев. Мангровые деревья закачались и загудели, словно в бурю. Но еще громче вопила и пищала разъяренная стая. Летучие лисицы ринулись вниз с вершин мангровых деревьев, словно испуганные духи проносились они меж ветвей. Они опустились к припряги, сцапали его и потащили наверх. Лисицы пробились сквозь зеленую завесу листвы и взлетели в пламенеющее зарей небо. Черными полосами прочертили зарю крылья лисиц, которые уносили припряги. Люди из племени припряги услышали свист и хлопанье крыльев, выбежали из своих хижин и из-под деревьев, где они спали, и увидели, что летучие лисицы уносят припряги. Те племена, которые пришли на короборе, тоже проснулись и тоже увидели, как припряги, словно звезда, пронесся по небу. Он летел так быстро, что за ним тянулась струйка дыма. Когда свист крыльев стих и пропал дымный след с неба, из-за самой дальней звезды люди услышали голос припряги. Он пел им свою прощальную песню. Это была самая последняя песня припряги, и он пел ее с неба, и все знали, что там, на небе, он уже больше петь не сможет. Этой песней он прощался с людьми. Они слушали его, и в их воображении зарождался новый танец. И вдруг все стали притопывать ногами, взмахивать руками и покачивать головой. И они запели прощальную песню припряги, как пел ее он сам. Той ночью ее пели все. Люди из племени припряги и другие племена, собравшиеся на короборе, все-все пели эту песню и плясали новый танец под последнюю песню припряги. Из всех танцев это был самый прекрасный танец. И из всех песен последняя песня припряги была самой торжественной. Люди пели и плясали, глядя вверх. И вдруг они увидели, как через небо протянулся Млечный Путь. А прежде его там не было. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok